Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Развитие регионов» в студии ведущей Ольга Филипенкова. И сегодня у нас в гостях Атима Шибзухова, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Северо-Кавказском федеральном округе. Добрый день! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о Северо-Кавказском федеральном округе. Достаточно большой регион, интересный, многогранный. И поговорим о деятельности, конечно же, агентства в этом регионе. Давайте начнем, наверное, в целом. Что же такое Северо-Кавказский федеральный округ? Это семь интереснейших регионов, из которых один Ставропольский край и республики. Чеченская республика, Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская республика, республика Дагестан и республика Ингушетия. Скажите, агентство как долго существует в этом регионе? Когда оно было создано и как развивается? Свою работу агентства стратегических инициатив начало с 2011 года. И уже к 2013 году практически все регионы Северного Кавказа включились в работу агентства и внедряют практики, предложенные агентством. И реализуют направление, поддерживаем агентством. На Ваш взгляд, за эти годы, насколько потенциал федерального округа, этого региона, инвестиционный, развивается, становится более привлекательным? Вы знаете, потенциал очень возрос. И еще есть точки роста, на которые нужно делать упор. Но хочу сказать, что инвестиционно очень привлекательный регион. Не только по природным ресурсам, но и по трудовым ресурсам, и по идейным ресурсам, которые есть в регионе и которые могут развиваться. И также есть государственная поддержка региона и государственные программы поддержки регионов. Поэтому потенциал очень высокий. И просто необходимо проработать еще какие-то точки, и регионы, я думаю, на высокий уровень могут выйти достаточно быстро. А какие основные сферы? Сельское хозяйство, туризм, машиностроение. Что можно выделить из таких, наверное, как самые основные точки роста региона? А вы знаете, они одновременно везде растут. Сельское хозяйство исторически, и промышленность исторически на самом деле. Но сейчас наблюдается очень интенсивный рост. И в сельском хозяйстве новых технологий, причем, выращивание и яблок, и помидор, и овощей других видов. А также, что мне очень приятно, я озвучиваю, у нас впервые в России будет выращивание микс салатов и руколы. То, что сейчас только является импортным. Да, импортное происхождение. А вот теперь будет у нас вот в Северном Кавказском федеральном округе выращиваться все эти культуры. В плане промышленности сейчас наблюдается рост на самом деле производств. И причем каждый регион могу выделить, что очень заинтересованы региональные органы власти в поддержке таких производств. направлений промышленности – это и машиностроение, это и производство радиаторов, это и производство строительных материалов, причем высокотехнологичных. Это и сейчас наблюдается производство высокоэлектроники, высокотехнологичных приборов, медицинского оборудования, а также… Это больше частные инвестиции или это все же совместно с государством? Вы знаете, инициаторы всегда это частные, начинают со своих инвестиций, но поддержку получают от государства многие из них. Но теперь вот недавно был проект, который по производству минеральных удобрений по новой технологии, и там только свои частные инвестиции, причем проект очень большой. Расскажите, наверное, про именно агентство и роль агентства для предпринимателей, для бизнеса в регионе. То есть вы помогаете, соединяете бизнесы, власть и государство. Да, мы являемся такой уникальной площадкой, на которой мы соединяем интересы бизнеса и деятельность региональных органов власти по тому, чтобы они повернулись лицом к бизнесу и разработали инструменты для поддержки в виде снятия административных барьеров, в виде разработки инструментов поддержки в регионах, не только на федеральном уровне, но и в регионах. Потому что, наверное, каждый регион имеет свою специфику. Конечно, да. Хотя, казалось бы, мы один округ, но в каждом регионе своя специфика. В одном регионе очень хорошо развивается, допустим, дошкольное образование или школьное, то есть дополнительного образования даже. В другом регионе развивается промышленность. В третьем меры какие-то культурные направления, развитие, туризм и так далее. То есть каждый специфичен, и у каждого работает какой-то определенный инструмент наиболее, с высокой эффективностью. И что хотелось бы отметить, что мы теперь, как агентство стратегических инициатив, разрабатывает, какие меры поддержки еще могут быть для бизнеса, которые могут быть внедрены в регионах. То есть мы рекомендуем для внедрений. И, соответственно, дальше ее передаете, как правило, как некие рекомендации. То, что бизнес у вас необходима, такие-таки условия. Да. И вот по поводу инвест-климата, конечно, созданы уже единые регламенты, которые стандарт регионального развития, который все регионы практически внедрили. И работа их просто уже оценивается. Как идет по этим направлениям работа органов власти для того, чтобы бизнесу было комфортно работать. А что говорит бизнес? Вот такие инициативы, такая поддержка со стороны агентства, она положительная, соответственно, они относятся к этому? Вы знаете, сначала они не верили в эту поддержку. Когда они увидели практическую эффективность от этого, они, конечно, по-другому начали смотреть. И то, что бизнес регулярно участвует в наших анонимных опросах, которые мы проводим, касаемые нацрейтинга и по другим вопросам, которые возникают, обзваниваются предприниматели. И они дают свою независимую абсолютно оценку, как им работается в регионе. Это все у нас отслеживается, это все мы компонуем, делаем статистику и выводим. Там, где нужно региональным властям улучшить, а там, где они лучше, мы всегда об этом говорим и хвалим их. Региональные власти поддерживают тоже такую же инициативу, потому что, по сути, иногда власти не слышат бизнес. И есть агентства, которые говорят, нет, ребята, вы все же прислушаетесь. Вот вам инвестиции. Я хочу отдать должное главам республик, регионов наших о том, что они понимают важность этого. На самом деле они понимают, насколько это важно, чтобы бизнес хотел развиваться в регионах. Чтобы те, кто уехали, вернулись и создавали бизнес в родном регионе. Какие рабочие места заняты? Совершенно верно. Чтобы инвесторы другие приходили, заинтересованы в том, чтобы здесь что-то создавать. Потому что это помимо рабочих мест, это мы понимаем, что социальная сфера будет развиваться, укрепляться. Это благотворно очень влияет на то, чтобы люди оставались в регионе и не уезжали. Особенно молодежь, что очень важно. Хочу отметить, что то, что, казалось бы, навязывается регионам, создавать и то, создавать другое, сейчас настолько поддерживается, что мы уже обратную связь слышим, что они предлагают уже свои меры. А вот мы вот так сделаем, а мы вот так сделаем. То есть уже формат диалога. Да, формат диалога. И я очень рада тому, что самое главное, руководство регионов, оно заинтересовано в том, чтобы это внедрялось и это работало. Скажите, вот сейчас есть ли какие-то яркие проекты, которые курируют агентства в регионе? Может быть, пример? Ну, хочу отметить, что мы занимаемся же не только бизнес-направлением. Мы социальные проекты поддерживаем, образовательные проекты, новую технологическую инициативу. И я хотела бы отметить сейчас в регионах развитие такого социального проекта, как детские технопарки, кванториумы. Вот открылся первый технопарк Кабардино-Балкарской республики, сейчас Чеченской республики будет открываться. Еще заявки поданы Республика Дагестан в 2017 году внедрит и Ставропольский край. А что себе представляет проект? Это проект уникальный, который рожден был в Оси, который получил поддержку. И сейчас он уже поддерживается Министерством образования Российской Федерации, как для того, чтобы он был внедрен в каждом округе, в каждом регионе. Это такой модный, скажем так, современный дворец творчества детского. Но где такие важные направления, как ракетостроение дети изучают, где нанотехнология, где у них есть свой 3D-принтер, на котором они могут создавать все, что угодно. Где есть робототехника, кружок, где они собирают роботов, которые двигают руками. То есть где они запускают ракеты на 400 метров по-настоящему. Где они с нейротехнологиями. То есть, я не знаю, в таких вот... То есть, по сути, такие инновационные направления, которые с детства начинают изучение. Они даже умудряются интерактивно делать съемку из квадрокоптеров, запуская квадрокоптеров маленьких, съемку земли и создавать интерактивную карту местности, по которой они уже могут определять, где делать тропинки лучше, где плохо ночью освещается, уточнить координаты земли. То есть это делают дети. Очень интересно. Да. И теперь дети во всех регионах смогут... Это будет им доступно, не только в центральной части. Но и во всех регионах это будет доступно, что меня очень радует. Действительно, очень интересно, потому что дети – это будущее нашей страны. И, соответственно, а какой объем, насколько большие такие центры, то есть какое количество детей может посещать? Скажем так, эти центры не будут менее 500 квадратных метров. Но посещаемость я вам точно в цифрах не могу сказать, но это практически все дети региона могут посещать этот центр. И, кстати, это очень хорошая мотивация детей. И сразу определение их какой-то направленности профессиональной. В дальнейшем просто выбор, да, помогает, наверное, в части. Наверняка есть еще другие яркие примеры, о которых также можете рассказать. Ну, еще хотелось бы продолжить вот эту тему, что дети, которые обучаются вот в этом кванториуме, они могут пройти еще другие ступеньки национально-технологической инициативы. И Олимпиада национально-технологической инициативы, в которой они будут конкурсантами и получат места, они получат 100 баллов к единому государственному экзамену. Ну, это тоже большой плюс, так как все же единый государственный экзамен, говорят, дело нелегкое. Спасибо за интересное начало нашего разговора. Сейчас мы приверемся на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Добрый день, дорогие телезрители. В эфире программа «Развитие регионов». В студии ведущий Ольга Филипенкова. И сегодня у нас в гостях Фатима Шибзухова, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Северо-Кавказском федеральном округе. Еще раз добрый день. Мы продолжаем наш разговор о таком замечательном округе. И давайте продолжим его осуществление туризма. Потому что, как мы все знаем, туризм – это наша новая задача, внутренний туризм, развитие внутреннего туризма. И с этим связано как раз-таки развитие бизнеса в регионах. Как обстоят дела в Северо-Кавказском федеральном округе? Развитие туристической деятельности – это, конечно, один из главных фактических факторов развития региона, который поддерживается Министерством Северного Кавказа по государственным программам. И сейчас в округе, в каждой республике, есть свои такие туристические кластеры. Я их перечислю. Это Армхи – Республика Ингушетия, это Архис – Карачаево-Черкесская республика, это Ведучи – Чеченская республика, это Матлас – Республика Дагестан, Эльбрус – Кабардино-Балкария и Каспийский прибрежный кластер. Вот эти все туристические направления, они работают. Они на высоком европейском уровне. И они посещаются, что способствует, естественно, большому притоку туризма в регионы. Но это больше внутренний туризм? Или уже есть иностранные гости и растет? Есть иностранные гости из Европы, приезжают к нам, потому что на самом деле трассы у нас хорошие. Погода всегда хорошая. Это касается, если горнолыжного отдыха. Инфраструктура, региональные органы власти поддерживают инфраструктуру этих объектов. Хочу сказать не только природно-климатические условия для посещения наших мест туристических, но и людского фактора, людей, которые очень гостеприимны. Гостеприимство, да. Гостеприимство, которого нет нигде такого, только на Кавказе. И благодаря вот такой вот программе поддержки, которая была реализована в этих регионах, на самом деле пошло развитие инфраструктуры вокруг созданных объектов развития и сети общественного питания, гостиничных комплексов, услуг по прокату, услуг, предоставляемых по другим направлениям сопутствующим. То есть это и этно-туристические направления. Да, туризм – это всегда новые деньги в регион. То есть, да, по сути, это гости, которые приезжают в регион, соответственно, отдыхают, наслаждаются и тратят свои деньги в регионе. И если мы говорим о развитии внутреннего туризма, то это достаточно такой большой потенциал, да, входящих, соответственно, финансов в регион. Как здесь вот бизнес и государство работает? То есть все же туризм – это больше средний и мелкий, наверное, бизнес, потому что сфера услуг, да. Есть ли иностранные, может быть, инвестиции в отели, в сетевые отели? Приходит такой бизнес? Вы знаете, на самом деле это в основном малый бизнес, но интерес однозначно есть иностранных инвесторов, и проекты разрабатываются по совместной деятельности. Учитывая, чтобы для того, чтобы привлечь инвесторов, регионы разработали меры поддержки этой налоговой преференции, это и упрощенная процедура предоставления земель под строительство, это и другая поддержка, в том числе софинансирование, и гарантии, естественно, предоставляемым инвесторам, входящим в регион. Скажите, что касается транспортного сообщения, потому что огромное количество интересных, красивых мест, гостеприимства, а добраться легко? То есть, если мы говорим о утреннем туризме? Очень легко, потому что на самом деле уже по прибытии в аэропорт логистика продумана так, что приезжаете вы поездом, либо самолетом прилетаете, есть рейсы доступные, на которых вы можете приехать, есть очень отработанная система такси легального, есть услуги туристических компаний по трансферу. И хотелось бы отметить, что сейчас очень безопасно на Кавказе, на самом деле. Это одно из ключевых слов, наверное, для туристов, а сферы туризма. Конечно, учитывая вот такую большую работу всех и бизнеса, и местных органов власти, на самом деле двери открыты для туристов. Приезжайте на Кавказ. Я думаю, что многие захотят посетить, если еще не были. Давайте еще поговорим про такой проект, насколько я знаю, это Национальная технологическая инициатива. Что это такое? Кто придумал, к чьей идее и как это развивается? Вначале я, конечно, с трудом понимала работу, но включившись в работу ОСИ, в котором есть Департамент развития технологических инициатив, в своей работе хотела бы отметить, что упор мной сделан именно на нахождение вот таких инициатив именно у нас на Северном Кавказе. Их оказалось много. Их оказалось так много и таких интересных, что просто еженедельно я нахожу вот таких вот людей, которые находят и меня, но есть уже площадка, куда можно их отправлять, где их поддержат, где эксперты нашего департамента НТИ этот проект исследуют, проанализируют. На самом деле скажут, что да, ребята, вы молодцы, вы уникальны, поддержат, помогут запатентовать, направят венчурные фонды, которые могут поддержать финансово данные проекты. А также вот сейчас думаем, как сделать так, чтобы об этих проектах больше знал бизнес, который хочет вкладывать, просто не знает, куда пойти, а здесь новые технологии, новые изобретатели и технологии мирового уровня. И вот теперь мы являемся такой вот площадкой, которой объединить эти направления, потому что на самом деле это уникально, это интересно, это перспективно. А вот вы говорите, там, площадка, да, это в том числе и какие-то инновационные решения, там, не знаю, сайт, то есть как вот бизнес может узнать о вот таких проектах? Ну вот сейчас мы прорабатываем программу, собирать их не электронно, а на самом деле собирать всех за круглым столом регулярно. Где будем освещать, вот какие разработки есть в регионе, родом из региона, скажем так, те люди, которые хотят остаться в регионе, работать, а также другие разработки, то есть которые есть у нас в России, и которые, в принципе, вот акцент на которые можно сделать. – это будут встречи однозначно, это будут рекомендации, наверное, и предпринимателей, у которых хорошая репутация, чтобы проект случился, чтобы на самом деле он работал. И это предложение с учетом инфраструктуры определенного региона, что лучше развивать в этом регионе. И причем хочу отметить, что очень инициативные люди у нас, которые вот хотят, чтобы это направление расцветало. – Скажите, вот на ближайший год, какие основные задачи агентства? Как вот вы с собой цели, какие вы ставите? – Ну, основная цель – это, конечно, сейчас внедрение целевых моделей в органах власти. Это по улучшению ведения бизнеса, преодолению административных ресурсов. 12 целевых моделей будут внедрены во всей стране, одинаковые. Это, конечно, еще волонтерское движение, которое мы должны развивать. Это социальные проекты, это проект «Воллскилз» по подготовке кадров промышленного роста. – А дайте немножко подробнее, потому что подготовка кадров – это очень актуальный вопрос. – Да, на самом деле «Воллскилз» – это конкурс рабочих профессий мирового уровня. И в России он в каждом региональный этап прохождения конкурса, где выявляются лучшие специалисты рабочих профессий, их мотивируют, их готовят. И вырабатывается такая практика наставничества для того, чтобы, когда новые технологии будут заходить в регион, трудовые ресурсы уже были готовы. Да, и причем высококлассные. Я хочу отметить, что в регионе также есть технические колледжи, которые готовят студентов, и причем они проходят в европейских ремесленных школах стажировку. И получают сертификат соответствующего уровня. То есть помимо того, что они имеют какую-то образовательную почву хорошую, они еще имеют видение, как это работает в других странах, и как качество какое там соблюдается, чтобы здесь соответствовать компетенциям мирового уровня. – Да, те критерии, к которым надо стремиться, и, соответственно, быть даже еще лучше. – Совершенно верно. – Давайте, может, еще поговорим про такое направление, как именно социальные аспекты. Мы уже обсудили детей, научные центры. Вот сейчас подготовка таких молодых специалистов. А что касается социальных проектов, связанных, может быть, с медициной? То есть насколько бизнес вот здесь развивается? Насколько сюда идут инициативы? – Да, очень много разработок в оси, связанных с медициной, новых технологий и в социальном направлении. Это, конечно же, компания «Моторика», которая в России на бизнес-успехе, кстати, они победили. Это экзоскелет, который помогает людям с ограниченными возможностями ходить, двигаться, то есть чувствовать себя человеком полноценным. Это, конечно, и фонд поддержки слепоглухих соединений. Сейчас у нас направление, которое мы должны развивать в регионах. Это, конечно, и ранняя диагностика направления детей с ДЦП, то есть выявление на ранней стадии, когда можно это все настолько профилактически предотвратить, что ребенок будет полноценным. То есть очень мало факторов, которые потом дадут знать, что у него были проблемы. Мы активно в этом плане взаимодействуем и причем занимаемся образованием специалистов в регионах. То есть в округе практически около ста человек уже обучены по этим направлениям. Спасибо. Очень интересный рассказ и вообще такой многогранный округ. Задачи у вас достаточно серьезные. Давайте в завершение программы, может быть, еще пару слов по поводу рейтинга. То есть существует национальный рейтинг регионов. Какие места занимают, как движется, какая динамика? Хочу отметить, что регионы все молодцы, потому что на самом деле очень много ими предпринимается шагов к улучшению и к хорошим оценкам по национальному рейтингу. В двадцатке лучших Чеченская республика и все остальные регионы, субъекты, они не ухудшили свои позиции, но по точкам роста, скажем так, даже есть одни из лучших. Хочется сказать, что регионы очень отслеживают, как идет их оценка, как люди реагируют на их работу. Органы власти очень прислушиваются к этому, что радуют. Это наша задача, ОСИ, она выполнена фактически, что органы власти слушают своих предпринимателей, своих людей, живущих в регионе, как они оценивают их предоставляемые ими услуги. Фатима, благодарю за интересный рассказ. Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. Вы смотрели программу развития регионов. Сегодня у нас была в гостях Фатима Шебзухова, а программа вела Ольга Филипенкова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова